8 марта 1983 года президент США провозгласил Советский Союз империей зла. 23 марта 1983 года Рейган взорвал еще одну информационную бомбу, когда объявил о начале разработки стратегической оборонной инициативы СОИ. Эта программа ставила задачу сделать ядерное оружие устаревшим и ненужным с помощью космического противоракетного щита. Страны Западной Европы приняли решение разместить к концу года на своей территории ядерные ракеты средней дальности «Першинг-2». В Кремле были уверены, эти ракеты могут долететь до Москвы за 6 минут. СССР ответил размещением ракет СС-20. Здесь, в Москве, например, была чуть ли не паника в этот период. Чего, например, стоит план «Врян» – это внезапное ракетно-ядерное нападение. В соответствии с этим планом советская разведка получила задание выявить все признаки готовящегося внезапного ракетно-ядерного нападения на Советский Союз. То есть в Москве все это воспринимали именно в таком ключе, что война вот-вот начнется. ГРУ должно было отслеживать западные приготовления к первому ядерному удару. Задачей КГБ было оповестить Советы о том, что Соединенные Штаты и их союзники приняли такое решение. В течение апреля-мая 83-го года Тихоокеанский флот США проводил крупные учения, попутно отслеживая, насколько хорошо у советской стороны работает система наблюдения за акваторией Тихого океана, а также система раннего оповещения. Летом 83-го года советские пилоты были измучены постоянной игрой на нервах, которую вели американцы. Им приходилось постоянно реагировать на шпионские самолеты, сновавшие у советских границ. Обстановка накалилась чрезвычайно, когда в ночь на 1 сентября 83-го года южнокорейский пассажирский самолет «Боинг-747» вторгся в воздушное пространство Советского Союза. Он пролетел над полуостровом Камчатка и был сбит советским истребителем над Сахалином. Самолет Су-15 пилотировал заместитель командира авиаполка ПВО майор Геннадий Осипович. Подошел, подошел, дал очередь, но очередь дал вперед. Он помигал бортовыми огнями, чтобы вышел самолет-нарушитель. Там видно было все. Ну, может, он не приглядывался, но я не думаю, чтобы он не приглядывался. Я же за ним не просто иду, я же мигаю ему. А он-то знает об этом, что самолет-нарушитель. И мне говорят, впереди самолет-нарушитель, значит, с целью уничтожить. Я выстрелил. Две ракеты ушли. Я уверен, что корейский пилот отклонился от курса случайно. И летчик, который его сбил, просто выполнял приказ. Ведь этот самолет мог быть принят за самолет-разведчик. И вполне вероятно, что так и произошло. Но необходимо думать и о пассажирах. Большинство пилотов могут отличить пассажирский Боинг 747 от военного КС-135. Но вы знаете, чтобы судить пилота, нужно быть на его месте. Ему было страшно сделать неверный шаг. Все-таки нужно быть на его месте, чтобы судить советского летчика. В Вашингтоне уничтожение южнокорейского гражданского самолета расценили как преднамеренное массовое убийство. В Москве стремились снять ответственность советских военных за случившуюся трагедию. В глазах Запада из-за своих действий Советский Союз выглядел как настоящая империя зла. После трагедии с южнокорейским самолетом отношения между СССР и США оказались на грани военного психоза и нервного срыва. Осенью волна страха перед ядерной войной поднялась и в СССР, и в США. 26 сентября 1983 года советский компьютер в подземном бункере системы дальнего обнаружения дал сбой. Он показывал, что Соединенные Штаты только что развязали войну. Компьютер обнаружил пуский ракет, но экраны не показывали никакой опасности. Все зависело от дежурного офицера. Тот решил ждать. Тревога оказалась ложной, но напряжение в советском руководстве нарастало. Через два дня Андропов опубликовал один из самых суровых текстов в адрес Соединенных Штатов. Обращение было напечатано в «Правде» и «Известиях», а затем зачитано в «Вечерних новостях». Администрация Рейгана выбрала милитаристский курс, представляющий серьезную угрозу для мира. И если у кого и были иллюзии о возможности эволюции политики американской администрации, то последние события их разрушили раз и навсегда. Руководство СССР пришло к коллективному мнению, что никакие соглашения с Рейганом невозможно. 30 сентября новый приступ отправил Андропова на больничную койку, с которой он уже не поднялся. Советские СМИ вновь и вновь повторяли, что сейчас угроза ядерной войны выше, чем когда-либо со времен Второй мировой. Впервые за многие годы в стране поползли слухи о большой войне. Люди, особенно в провинции, опять, как и до наступления разрядки, начали задавать лекторам из Москвы тревожные вопросы. Будет ли война с Америкой? Когда она начнется? В конце сентября Рейган получил аналитический доклад ЦРУ. Разведка сообщала президенту. Отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом еще никогда после смерти Сталина не были столь мрачными. Советские лидеры боятся администрации Рейгана, как никакой другой до него. В конце октября 1983 года США высадились на Гренаде, в Карибском море, где у власти находился революционный режим в дружественной Кубе. Это был первый после Вьетнамской войны случай применения американских войск за рубежом. Администрация Белого дома изобразила все как миссию по спасению американских студентов-медиков, которые находились на острове. В эти же дни американцы проводили в Саргасово море испытания по обнаружению подводных лодок. Советская лодка К-324, которая дежурила в этом же районе, случайно намотала на винт сверхсекретный американский кабель и всплыла. Подошли два корабля американских эсминцев Николсон и Петерсон, окружили ее и поняли, что подводная лодка не просто так лишилась хода, что именно на ней находится часть этой сверхсекретной антенны намотанной. Подводники пытались освободиться от нее, но это невозможно. Толщиной в руку антенна намотала, очень плотно, это только в заводских условиях. Они дали, естественно, радио. Им сказали, ждите буксир. А буксир надо было ждать почти неделю в эти края, чтобы он пришел. Американцы предъявили подводникам-мультиматам, дескать, на вашей подводной лодке находится наше оборудование, вы должны его вернуть. Американцы намеревались высадиться на лодке и забрать кабель. Командир подлодки подготовил субмарину к взрыву. Это было бы фактическое начало войны. Самое интересное, что обрывок этой антенны все-таки метров, наверное, 50-60 свисал. Подошла атомная подводная лодка в Филадельфии, зацепила этот обрывок троса и стала тянуть его на себя. То есть возникла ситуация перетягивания каната. Несколько комическая, но если учесть, что оба партнера этого поединка обладали серьезным ядерным потенциалом, то станет немножко грустно. Представив себе, не дай бог, даже если бы они столкнулись во время этого предельно опасного маневрирования, во всяком случае, Филадельфию удалось оторвать вот эту свисавшую часть троса, на которой находилась самая секретная часть вот этой вот гидрокристической станции. Советскую субмарину отбуксировали на Кубу, освободили от секретного кабеля и отправили эти фрагменты самолетом в Москву. Пока две атомные субмарины занимались перетягиванием кабеля в Саргасовом море, мир оказался на краю ядерной бездны. 2 ноября 1983 года Североатлантический альянс западных стран во главе с США начал плановые десятидневные учения под кодовым названием операция «Умелый лучник». В ходе учений войска НАТО должны были отработать сценарии полномасштабного ядерного конфликта в Европе. Командные пункты и ракетные базы НАТО были приведены в полную боеготовность. В каждом послании советскому руководству огромными буквами сообщалось о том, что это только учение. Но Андропов не верил этим сообщениям. Кремль давно опасался, что такие тактические упражнения могут быть использованы как прикрытие для реального нападения. Советские планы войны предусматривали возможность подобного обмана. Андропов и раньше был убежден, что мы планируем нанести внезапный ядерный удар первыми. Еще до начала НАТОвских учений «Умелый лучник» КГБ стремился найти любые признаки, чтобы доказать это. Порой усилия советских разведчиков выглядели смешно и нелепо. Дело в том, что мы не только не планировали, но даже и не рассматривали такую возможность. Это непостижимо. Я думаю, что во время учений «Умелый лучник» мы были очень близки к ядерной войне. Во время учений западные силы едва не произвели теоретический пуск 350 ядерных ракет. Военные Советского Союза привели ядерные силы в состояние наивысшей боеготовности, когда оставалось только нажать на кнопку, чтобы нанести массированный ответный удар. Три сотни межконтинентальных баллистических ракет были готовы к пуску, а 75 мобильных установок СС-20 спешно двинулись на свои тайные позиции. Пилоты советских стратегических бомбардировщиков сидели в кабинах своих самолетов, двигатели которых работали на холостых оборотах в ожидании команды на взлет. Атомные подводные лодки готовились к ракетным пускам. В Ми-5 и ЦРУ получили сведения от агентов в Москве, что учения «Умелый лучник» вызвали опасные настроения у советского руководства. Запад впервые начал понимать, в какой панике Советы следят за его учениями. Американцы мгновенно отреагировали. Рейган совершил показательный зарубежный визит. Это был сигнал советам о том, что у него сейчас есть и более важные дела. Восточно-германский шпион Тапас, его настоящее имя Райнер Руб, который глубоко проник в натовскую иерархию самого высокого уровня, сообщил в Москву, что НАТО не планирует ядерного удара. Москва сделала шаг назад от края пропасти. Учения подошли к концу, имитация закончилась, и участники разъехались. Это был 11 ноября, день памяти всех погибших на войне. 23 ноября 1983 года на американские военные базы ФРГ стали прибывать первые ракеты «Першинг». Европу сотрясали мощные антивоенные демонстрации. В закрытом послании Москвы к лидерам стран Варшавского пакта утверждалось, что Вашингтон объявил крестовый поход против социализма как общественной системы. К концу 1983 года объединенный стратегический арсенал двух сверхдержав обладал разрушительной силой миллиона Хиросим. Но даже располагаясь столь колоссальным арсеналом, руководители СССР боялись, что ракетная атака обезглавит страну, и они не успеют ответить. События 1983 года настолько напугали Рейгана, что он решил искать путей примирения с СССР. Правда, ему еще предстояло найти человека в Кремле, с которым можно вести дела. И Рейган говорил во время предвыборной кампании, когда его обвиняли в том, что он не встречался с советскими лидерами, они все время умирают. И действительно, Брежнев в последние годы своего правления был не в состоянии с ним встретиться. Андропов в последние месяцы своей жизни был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Рейган выступил с речью 16 января 1984 года. Он не упомянул ни об империи зла, ни о том, что коммунизм отправится на свалку истории. Он не говорил об изменении советской системы изнутри. Вместо этого он объявил, мы не угрожаем Советскому Союзу. Он подчеркнул стремление к диалогу, конструктивному сотрудничеству и мирному соревнованию. А также объявил «Моя мечта увидеть тот день, когда ядерное оружие будет изгнано с лица земли». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова